Авиадиспетчер Авиадиспетчер Олег Копылов работает авиадиспетчером. После окончания научебоксарской школы номер 5 в 1981 году в одну из газет увидел статью про эту профессию. Сразу заинтересовался, начал выяснять, что, как, где учиться. Так и поступил в авиационно-техническое училище в городе Рига. После успешного окончания в 1985 году начал расти как специалист. Был распределен в аэропорт Чебоксары. Потому что сам захотел. Довольно успешно отстажировался. Здесь стал и получил допускать как диспетчер круга, диспетчер руления, потом диспетчер посадки. Это все проходит через дополнительные курсы, которые мы обычно проходим в Самаре и в Ленинграде тогда бы тоже проходили. Потом я поступил на командный факультет в Ленинградскую академию гражданской авиации. Это было в 1990 году. Который также успешно закончил вернуться. И меня после определенной стажировки был назначен на должность руководителя полета. Вот я выхожу на работу. Я не знаю, как сложится обстановка на данный момент. То есть у меня работа всегда интересна. Нет такой рутинности, которая обычно присутствует в других профессиях. Единственное то, что, конечно, это высокая ответственность за безопасность пассажиров. Это, конечно, накладывает свой отпечаток. Вот понимаете, сейчас погода на пределе. Все-таки пассажиры на борту летят. Никому не хочется. Сегодня был реальный шанс, что самолет уйдет на запасной аэродром в Домодедово. То есть он с Домодедово вылетел, пассажир, и опять уйдет в Домодедово. Мы очень часто учимся. Вроде кому-то кажется хорошо, но с возрастом учиться уже не хочется. Постоянно поступают новые документы. Даем тесты. Проходим врачебно-летные экспертные комиссии. Правда, раз в два года. Все УЗИ, всех органов. Я всегда любил небо и самолеты. Вы понимаете, ну не получилось у меня стать пилотом. Правда, я и не пытался стать. Романтика. Вы понимаете, романтика даже, видите, самолеты, это здорово. Вот они красиво разукрашенные все. Вот как они садятся. Ну вообще, смотрят, ну сейчас, вот сегодня просто не погода, поэтому, а так, а так, очень красиво, правда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В остальном стоянке 11, рулики осторожно, перроны РД заснеженные, местами скользко, разметки не просматриваются. Когда борт вот садится, да, все нормально, сел, он говорит, спасибо там, ребята, вы знаете, как приятно вообще. Потом ему там, ну там, вроде мы делали только свою работу, казалось, но когда ее сделаешь высококвалифицированно, это очень здорово и приятно. Имея опыт работы авиадиспетчером, есть возможность раз в год летать совершенно бесплатно рейсами различных авиакомпаний. И одному члену семьи делается 50-ти процентная скидка. Находясь уже в самолете в качестве туриста, профессиональный взгляд не отключается, идет оценка работы экипажа. И вот смотришь, как он произвел посадку, по знакам ли произвел. Есть различные атмосферные явления, как турбулентности, да, которые в воздухе. Как часто испытываешь вовремя, он поменял эшелон, вышел из зоны турбулентности. Я женат, имею дочь, женат уже довольно давно. Вы знаете, и приятно, что когда тебя в семье поддерживают, это вообще здорово. У тебя же там понимает все. Я мечтаю о том, чтобы все было хорошо на работе. Вы знаете, чтобы все те, кто взлетели пассажиры, приземлились все безопасно, чтобы техника была исправной. Понимаете, и техника даже по обслуживанию воздушных судов, мечты не связаны с работой. Хорошо, чтобы было дома все хорошо, чтобы все были здоровы, самое главное. Самое главное, чтобы когда ничего не болит, это здорово. Аэропорт Чебоксарах уже давно принимает иностранные воздушные суда. Поэтому знание английского языка – это обязанность диспетчера. Сейчас, например, должен совершить посадку самолет «Фалькон» финской авиакомпании. Чебоксары Таор, Монинг Сэр. Желающие обучаться на авиадиспетчер могут зайти на сайт Чувашского центра обслуживания воздушных судов или созвониться с центром. Тут проконсультируют по необходимым экзаменам. На учебу дается направление. Студенты возвращаются к нам уже постоянно, гарантированно, обеспечены будут работой. И плюс к стипендии, которые получаются государственные выплачивания стипендии, добавляются стипендии предприятия. Нелегка работа авиадиспетчера. Но благодаря его грамотной работе в небо поднимаются вот такие воздушные суда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА